Девушки отдыхают Глен выходил на связь? Не, он в порядке? Да, думаю да. Ты делаешь важное дело. Тебе принести что-нибудь? Я в порядке. Разве что немного голодна. Я займусь этим. Итак... Ты в порядке? Что? Ах да, я в порядке. Я всего лишь... Я в норме. Это хорошо. Ага, думаю да. Хорошо, что... Хорошо. Несмотря ни на что. Ого. Сиди ровно. Хорошо. Тут немного, но всё равно держи, Клем. Спасибо. Конечно. 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 Мы не позволим, чтобы с Дакой что-нибудь произошло. Я знаю, милая. Тут немного, но вот. Для пацана. О, спасибо, Ли. Он оценит это. Это мило, Ли. Эй, Ли, возможно, бить его было не лучшей идеей. Были планы и похуже. Сказал парень, которому не дали в рожу. Все равно, мы и Катя, и я ценим твою поддержку. Спасибо тебе, Ли. Как дела у Дака? Он в порядке. Просто небольшой шок. Нам повезло, что нас не схватили по пути сюда. Согласен. Как она? Она в порядке, думаю. Она крепкий орешек. Кен, она всего лишь маленькая девочка. Что ты сказал ей? Она выживала в течение многих дней в одиночку? Правильно. Не каждый ребенок способен на такое. Каков план? Держаться, я полагаю. Кажется, там довольно опасно, так что нам надо подождать тут, пока все не устаканится. Говоришь, твоя семья из Мейкона? Вот именно. А где они? Надо идти на поиски. Они владели этим местом. Их нет. Ох, милый. Кэт. Они были хорошими людьми. Я был рядом недолго, но да, они мертвы. Ребята, вы в порядке? Мы в порядке, вроде бы. Ты как, Дак? Мы все многое пережили. Ли, найдется минутка? Конечно. О том, что было на ферме Хершела. Да. Мы даже не пытались ему помочь. Это кровь на наших руках. Это произошло слишком быстро. Я понимаю, но он никак не выходит у меня из головы. Нельзя убиваться из-за этого. Вы убили того парня. Вместе мы могли спасти его. Мы сделали, что должны были. Это не наш выбор, убил Шона. Когда ты думаешь о той ситуации, то думаешь, как бы поступил. А в реальности, когда все выходит из-под контроля, у тебя нет выбора. Наверное. Постарайся забыть. Я не могу. Не могу думать о них здесь. К тебе здесь хорошо относятся? Да. Ну, может, кроме больного. Ага. Мы будем за ним следить. Оно было в туалете и пыталось добраться до меня. Знаю. Но ты остановил его? Ага. Да. Можешь еще. Но я не собираюсь идти искать их. То есть, самых опасных. Я попытаюсь. Хорошо. Есть новости от Глена? Немного. Пойду осмотрюсь. Хорошо. Эта дверь ведет к задней аллее. Набор первой помощи. К счастью, мне ничего не нужно. Пойду осмотрюсь. Хорошо. Хорошо. Что это? Это трость моего отца. Он ходил с ней время от времени. Он был болен? Нет, он был здоров. Он отпугивал ею воров. Эта трость была лучше любой сторожевой собаки. К тому же он делал это круто. Как ты со своей кепкой. Мне дал ее мой папа. Видишь, папа умный. Нужно расчистить путь, чтобы открыть дверь. Нужно расчистить путь, да? А я могу помочь? Конечно. Ну вот, постарайся не прижать палец ящиком. Эти штуки были страшные, а? Да. Это плохо. Я не знаю, почему все сошли с ума. Я тоже, Клементина. Никто не знает. Я не знаю. Уверена, что мой папа знает. Так, давай продолжим. А! У тебя есть дети? Нет. И нет семьи? Чем занимались твои родители? Моя мама врач, а папа инженер. Это хорошие профессии. А кем ты работаешь? Я преподавал историю. Преподавал историю. Вроде, эм, социальных исследований? Да, правильно. Ты не ответил на вопрос. Ладно, давай дальше. Почему ты не хочешь говорить о своей семье? Они что, ненавидели тебя? Потому что они мертвые. О, мне жаль. Ты не знала. Прости, что задавала много вопросов. Моя семья пропала, и я хочу, чтобы все было по-другому. Ага. Слушай, я неплохой парень, ясно? Много чего случилось, и после этого мы не говорили. Мои родители не разговаривают со мной, когда я влипаю в неприятности. Я понимаю. Ау! Ты в порядке? Я поранила свой пальчик. Кровь течет? Немного. Я поищу пластырь. ДАЛИНЕЛЬЯ УДАЛИЯ ИНДИНА МОБИЛЬНЫЕ ИНДАЛИЯ УДАЛИЯ МОБИЛЬНЫЕ ТРЕВОЖНОСТЬ УДАЛИЯ СООБИЛЬНЫЯ Ли? Да? Что если мои родители придут домой, а меня там нет? Ли? Я не думаю, что они придут. Они хотят, чтобы ты была в безопасности. Мы найдем их, если сможем. На этот случай у меня рация. А пока не отходи от меня, ладно? Давай взглянем на пальчик. Ой! Больно. Посмотрим, что у нас здесь. У тебя здесь маленький порез. Там больнее всего. Думаю, нужно перевязать. Не хватало еще инфекцию подхватить. О чем ты? Сейчас трудно найти доктора. Нужно, чтобы ты была в хорошей форме. Давай перевяжем. Да, пожалуйста. Это пульт от папиного телевизора. Так я и думал. Папа сказал, что купил этот телевизор, чтобы смотреть бейсбол. Но несколько раз я застал его за просмотром его истории. Там лежит фотография. Там лежит фотография. Фотография семьи владельцев. Она может помочь найти ключи к офису. Я знаю, кто ты. Ты Ли Эверетт. Профессор, который преподавал и убил сенатора штата за то, что он переспал с твоей женой. Это магазин твоих родителей. Местные жители знают, что сын владельцев получил пожизненное. Может, ты убийца. Но мне все равно. Честно говоря, теперь эта способность может пригодиться. Ты говорил кому-нибудь, кто ты, или что у тебя привязанность к этому месту? Нет. Я специально говорил только имя. Ты вроде парень неплохой. И последнее, что нам здесь нужно, драма. У тебя есть маленькая девочка, и... Слушай, не дай мне пожалеть об этом. Не планирую. Хорошо, потому что если все продлится больше пары дней, а ты будешь не в ладах с группой... Понял. Я никому этого не скажу. Как мне тебе доверять? Ты не можешь, наверное. Но других вариантов немного. Мои родители пришли сюда в надежде выжить. Но один из них был ранен. Наверное, это был отец. Скорее всего, пытался быть героем. Или хотя бы защитить мать. Ключи у зомби на улице. Эта дверь ведет в аптеку. Там мы сможем найти таблетки для Ларри. Как твой пальчик? Нормально. Спасибо, что перевязал. Пойду осмотрюсь. Хорошо. Пойдешь со мной назад в аптеку? Хорошо. Ли? Да? Ты же неплохой, да? Я... А почему ты это спрашиваешь? Эта леди сказала, что ты кого-то убил. Ты убил его, потому что он хотел тебя съесть? Все это сложно. Иногда это случается. Ты что-то делаешь, и не можешь этого объяснить. Давай, вернемся к остальным. Как он? Не уверена, что расслышала твое имя. Я Ли. Я Лили. Мой отец Ларри. Я просто делаю то же, что и раньше. Как и все. Его сердце опять шалит, и я ничем не могу ему помочь. И та жестокость ранее с моим отцом... Это не помогло. Что с ним не так? У него больное сердце. Он довольно часто принимает нитроглицерин. Было несколько приступов, с которыми он сам не справился, и пришлось обращаться в госпиталь. Да, сейчас это не вариант. Я просто пытаюсь держать его спокойным. Он с характером. Ай, да пошел ты нахер! Да, он не это имел в виду. Ну, просто... Да. Забей. Я уверен, он хороший парень. Так и есть. Просто у него есть проблемы. Где ее мать? В саванне, наверное. Оу. Вы разошлись? Нет, я не ее отец. Я нашел ее в доме, когда выбирался из Атланта. Она выживала в одиночку. Я думаю, родители девочки мертвы. Оу. Я прослушал сообщения их автоответчика. Они были в саванне, а она дома с ненькой. Это плохо. Ну, ей повезло, что у нее есть ты. Ты местная? Я работаю в Уорнер Робинс на базе ВВС. Да, слышал. Пилот? Нет, всего лишь обслуживающий персонал. Постоянно имела дело с дебилами и бюрократами. Если повезет, то с самолетами. А ты? Я работал в университете. Тот был кто-нибудь, когда вы пришли сюда? Нет, это место было заброшено. Мы вытащили несколько тел из офиса. Ты в порядке? Да, я в порядке. Ты знал кого-нибудь отсюда? Ага, владельцев. Мы были близки. Извини, мы нашли пожилую пару в офисе. Отец вытащил их на случай, если они не до конца умерли. Что ты думаешь об этом? Что тут думать? Мертвые восстали, бродят кругом и едят людей. Делают из них еще больше... Больше тварей. Спаси нас, Господи. Мы должны собраться и пережить это. Я должна вернуться к нему. Хорошо звучит. Привет, это Клин, и я тут как бы застрял. Малышка, если ты там, можешь поставить своего папочку к телефону? В рации или как-то мне. Это Ли, что такое? Ну, я у модели, и я... Что ж, я, похоже, застрял. Застрял? Да, я искал запасы для гроба, и одна из этих тварей прыгнула на меня. Я спрятался, но они не уходят. Что такое? Глен в ловушке у мотеля. Глен, мы все обговорим и пошлем к тебе группу, хорошо? О, круто. Тогда я буду ждать. Молодец. Она побудет у меня до возвращения Глена, хорошо? Я позабочусь о ней. Что думаешь? Думаю, что Даг не очень хорошо убивает ходячих. А у тебя семья. Я возьму с собой в модель меткую Карли, спасу Глена и быстро вернусь сюда. Если ты так хочешь. Но кто-то же должен. Да, я с тобой. Хорошо, теперь все не так уж и плохо. Дай знать, когда пойдем. Мне бы не помешала разминка. Тот немного, но вот. Ты уверен? Да. У тебя небольшой стресс. Спасибо. Это действительно мило. Не стоит. Спасибо. Нам просто надо вернуться в форт Ладдердейл. Будем стараться. Я плохо это помню. Как у нас дела? Если ты не против, я с семьей немного отдохну. Дай мне знать, если этот ублюдок еще раздернется. Понял. Как твой пальчик, Клим? Неплохо. Болит уже не так сильно. Хорошо. Дай мне знать, если что понадобится. Хорошо. Он не поврежден. Хорошо, что это место не ограбили. Милая, попробуй немного отдохнуть. Как? Ведь там эти твари. Сейчас это все растаяло. Открыток мне жаль слышать, что вашу любовь съели живые мертвецы. Здесь нет. Я нашел этот пульт в офисе, но уверен, батарейки от него не подойдут. Нужны большие, толстые такие. Да, это нехорошо. Эта батарейка должна подойти. Классно, спасибо. Вот еще одна. Теперь должно заработать. Все еще не работает? Да, я не понимаю, в чем дело. Дай взглянуть на эту штуку. Ну, давай. Поскольку неизвестная болезнь продолжает распространяться с неизвестной скоростью, список мертвых постоянно увеличивается. Наша радиостанция советует вам оставаться дома и избегать контакта с подозрительными людьми. Работает. Поскольку неизвестная болезнь, наш редактор говорит мне, что нам нужно... Уйти из-за стиля. Наша радиостанция желает вам и вашим близким добрым. Боже, больно сломи нас все! Центральный штат высоких технологий. Газета выпущена неделю назад. А будто год. Центральный штат высоких технологий. Газета выпущена неделю назад. А будто год. Привет, Карли. Готова идти? Конечно, а ты? Минуту. Хорошо. Ну что, ты как? Хорошо. Хочешь пойти и осмотреться? Давай осмотримся. Хорошо. Это место забито электроникой. Сможешь что-нибудь сделать? Кое-что я могу сделать. И что же? Он универсальный. Я могу настроить его для работы с теми телевизорами через улицу. Надеюсь, мощности хватит. Ты можешь это сделать? Я запомнил все коды, когда работал техником. Давай попробуем. Это, блядь, круто, Даг. Вся эта херня может спасти нам жизнь. Кто сказал, что она уже не спасла? Я не могу дотянуться. Я не могу дотянуться. Тварям нравятся телевизоры. Или издаваемый ими звук. Если бы они работали громче, мы бы расчистили улицу. Ключи у того парня. Почему ты так уверен? Я нашел это в офисе. Этот парень на фотографии. Он работал здесь. Ключи должны быть у него. Да, я согласен. Нам нужно просто придумать, как выйти отсюда и забрать их. Ты ведь недолго, да? Ага. Всего пару секунд. Может, есть способ отвлечь их и выиграть немного времени? Я не могу дотянуться. Мужик, там наспех сколоченное укрепление. Да, оно не сработало. Сезам, откройся. Это не сработает. Я шучу. Он универсальный, но не настолько же. Я знаю, Дак. Через пару секунд мы узнаем, есть ли у него ключи. Дак, ты хочешь открыть эту дверь? Кстати, об этом. Есть комбинация? Нет. А у кого-нибудь она есть? Смотри, мужик, несколько тварей пытаются попасть туда. Теперь мы не можем выйти обратно на улицу. Мы также нарушаем несколько правил пожарной безопасности. Давай зайдем внутрь. Хорошо. Я знаю, я не твой отец. Но если что понадобится, я свой. Хорошо? Хорошо. Взаимно. Ты мой парень. А, нет. Ну ты понял. Нам нужно заботиться друг о друге. Да, договорились. Дай мне знать, если что понадобится. Хорошо. Дай мне знать, если что понадобится. Хорошо. 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 Это больно. Я уверена, что кто-то выбрался. Может, их всех спасли. А может, и нет. Готовы идти? Конечно. А ты? Ага. Пошли. Ты видел это? Конечно же. Готовься стрелять. Ребята! Блин, как я рад, что вы здесь. Боже, Глент! Хорошо. Это было не сложно. Может, мы выберемся отсюда до того, как одна из этих тварей нас заметит? Пока нет. Здесь есть выживший. Ни за что. Мы должны уйти сейчас же. Слушай, я тут искал бензин. А после я услышал, что из угловой комнаты доносятся плач. И кто это? Девушка. Мы разговаривали, но она внезапно испугалась. Я решил зайти помочь ей, но она начала вопить, что я укушен. Я пытался убедить её, что меня не кусали, и тут из леса вышли эти парни. Парочка меня чуть не достала, и в итоге я спрятался в ледогенераторе. Счастливчик, пора идти. Мы не можем её оставить. Верно, не можем. Парни, вы чокнутые! Забудьте про девку! Я спасу её, с тобой или без тебя. А представь, это была бы ты. Ладно, давай выручим из беды подружку Глена. Хорошо, план такой. Мы не знаем, как будет трудно вытащить её из комнаты. Да, дверь заколочена. Значит, придётся тут всех убить. Тихо. Шум их привлекает. А сейчас давайте осмотримся. Будь осторожен, когда выглядываешь. Если они нас заметят, мы в жопе. Что там? Вот чёрт. Она кого-то ест. Запон, она прямо тут рядом. Здесь подушка. Она выпала, когда я приходил собирать припасы. Кажется, у меня есть идея. Хочешь придушить их? Не совсем то, о чём я подумал. Мы можем спрятаться за пикапом. Интересно, есть ли что-нибудь в пикапе? Я думаю, нашёл способ убрать этих ребят тихо. Должны взять это тихо. Что ты собрался с этим делать? Я не знаю. Есть идеи, как попасть в машину? Без инструментов и не наделав шуму, нет. А также с использованием подушек. Что ты собрался с этим делать? Я не знаю. Есть идеи, как попасть в машину? Без инструментов и не наделав шуму, нет. А также с использованием подушек. Обожаю этот пистолет, но он подло шумом. Эта полудохлая сиделка так же опасна, как и остальные. Пистолет! Но шум! Просто следуй за мной. Будь за спиной. Это безумие! Это безумие! Гра! Ну, это зажигалка. Свеча зажигания. Ты должен держать её у себя. Пригодится. В пикапе отвертка. В пикапе отвертка. В пикапе отвертка. Это должно хорошо пробивать мозги. Вот о чём я подумал. Машина на пандусах. Можно прижать этого парня вон к той стене, я уверен. Давайте вернёмся к той стене. Там безопасно. Покажём. 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 Поносим этих парней. Подожду, пока не подойдет ближе. Чувак, где твое оружие? Вошла в голову. Ха-ха, бля. Ничего, теперь у нас есть это. Ты прикончил двоих? Еще два. Это поможет. Лучше встаньте за мной, вдруг здесь начнется ад. Ладно, мы прямо за тобой. Продолжает. Круто. Эй, там! Помощь пришла! Пожалуйста, уходите! Пошли, парни. Минуту. Если откроешь дверь, мы отведем тебя в безопасное место. У нас группа выживших. Нет, нет, нет! Нет проблемы! Мисс, мы заходим. Советую сначала сломать доску. Останавливайтесь, пожалуйста! Я выхожу. Ты ранена. О, боже. Я... Я сказала, не подходите! Мы должны тебе помочь. Слишком поздно. Парни, она укушена. Что? Я говорила! Я говорила вам уходить! Я укушена! Но вы не послушались. Спокойно. Все будет в порядке. Со мной не будет все в порядке. Мой парень был укушен. Ты заболеваешь и умираешь. А затем возвращаешься и убиваешь всех, кого найдешь. У тебя есть парень? Глент. Я не хочу этого. Это не по-христиански. Пожалуйста, просто уйдите. Хорошо, мы уходим. Позаботься о себе. Сколько бы времени у тебя ни осталось. У тебя есть пистолет. Ну и... Могу я его... Одолжить? В каком смысле одолжим? Дай мне его. Я помогу. Но ты понимаешь, и не будет проблем. Пожалуйста! Я не хочу становиться одной из них! Они... Они отродья сатаны! Дай ей. Что? Ты, наверное, шутишь. Давай! Нет! Отдай! Хорошо. Ты конченый долбоеб. Я видела, на что похож ад, и он восстает, как одна из этих тварей. Спасибо большое. Знаю, насколько это должно быть ужасно. Мы не можем на это смотреть. Идем. Мы пока не можем идти. Что? Почему не можем? Потому что кому-то надо забрать пистолет. Мы не можем оставить оружие. Вы идите. Окей. Я с тобой. Ты хороший человек. Все в порядке? Да, мы рисковали, но Гленн в порядке. И, в общем, да, мы в порядке. У меня есть несколько канистр для твоего пикапа в багажнике. Рад слышать. А тут что? Все тихо. Наш друг еще нуждается в лекарстве. Он умрет, если продолжит нервничать. Теперь нужно забрать таблетки из аптеки. Держи. Да. Субтитры создавал DimaTorzok